3 октября в Зарайске прошел рейд по отключению должников в запотребленную электроэнергию, в ходе которого сотрудники МАЭСК и МОСЭНЕРГОСБЫТА посетили шесть неоплательщиков в деревнях Боребина, Шарапова, Спас-Дощатой, Староподострамьева и Филипповича. МОСОБЛ ЕИРЦ с 1 октября производит расчеты со всеми бытовыми потребителями на основании фактических показаний счетчика. Если показаний счетчика отсутствуют, производит расчеты по среднемесячному расходу или же по нормативу. Если абонент является задолжником по фактическим показаниям счетчика, предварительно мы с абонентом отрабатываем, производим мероприятие по обзвону, производим мероприятие по направлению предупреждения, по направлению претензии, где указана сумма задолженности. И третье уведомление мы направляем заказным письмом либо на адрес объекта отключающего, либо на адрес фактического проживания потребителя. В данном уведомлении указана дата отключения, временного отключения. Далее мы направляем заявки по УМАЭСК для дальнейшего отключения. Всем неплательщикам заранее направлялись уведомления о необходимости погасить долг и о запланированном ограничении энергоснабжения. Жители первых четырех населенных пунктов с долгами рассчитались и остались с электричеством. А вот два собственника в деревне Филипповичи, несмотря на неоднократные предупреждения энергетиков, так и значатся в списке злостных неплательщиков. Отключение сотрудниками организации УМАЭСК происходит на основании действующего на сегодняшний момент регламента между нашей организацией, Московская объединенная электростевая компания и ПАО «Мосэнергосбыт» по предоставляемым им заявкам на отключение. Также мы действуем на основании действующего 442-го постановления правительства РФ в части раздела правила полного или частичного ограничения потребителей электроэнергии. И также в этом году вышло новое постановление 624-е, которое было подписано 24 мая и вступило в силу с 1 октября текущего года, где более ужесточлены действия стороны энергосбыта, на основании которых ограничение потребителей или потребление электроэнергии возникает по следующим случаям. Это первое – задолженность по электроэнергии и неоплата электроэнергии в течение одного платежного периода, то есть месяца. Независимо от суммы долга, энергосбыт уже может санкционировать заявку на отключение. Второе – ненадлежащего использования своей электроустановки потребителями. Безучетного потребления электроэнергии, в случае недопуска представителей организации ПАО «МАЭСК» и энергосбыта к своим приборам учета, и в случае непосредственно санкционированного самим заявителем заявки на прекращение договора энергоснабжения. Если приезжает представитель МАЭСК на отключение, то есть сетевой организации, единственным способом остановить, ну, само отключение прекратить, абонент может только в том случае, если предоставит квитанцию на оплату о погашении задолженности. Все остальные, ну, вопросы, как бы с сотрудниками сетевой организации нерешаемы. Если у абонента возникают какие-то вопросы, он может обратиться в любое отделение МОЭСК, опыта по сложившейся ситуации, или обратиться по телефону светлой линии 8 800 740 70. Оплата не производилась с декабря 2016 года, поэтому в их дома подача электроэнергии была приостановлена. Владельцы домов живут в Москве, считая за электроэнергию, оплачивают вперед, даже не подозревая, что именно такой способ платежа может незаметно перевести хозяев дома в разряд злостных неплательщиков. Энергетики разъясняют, почему так получается. Даже если потребитель оставил дачный дом на зимовку, и энергопотребления нет, показания прибора учета, а в данном случае они будут одинаковые с того момента, как дом закрыли на зиму, все равно нужно передавать ежемесячный. Это убережет от дополнительных начислений, потому что в случае отсутствия показаний, компании в соответствии с действующим законодательством каждый месяц выставляют счета по среднему объему потребления. То есть электричество не потребляется, а заплатить придется. В противном случае, вернувшись летом на дачу, можно обнаружить свой дом отключенным от электроснабжения за неуплату. Именно поэтому энергетики напоминают, что передавать показания электросчетчика и оплачивать потребленное электричество необходимо ежемесячно. Передать показания электросчетчика можно, не выходя из дома, в личном кабинете МОСЭНЕРГОСБЫТА или с помощью мобильного приложения ежемесячно с 15 по 26 число. Кроме того, в этот же период работают специальные телефонные линии 8-800-55-00-55, предназначенные для передачи показаний электросчетчика в круглосуточном режиме. Отключение от электроснабжения грозит не только тем, кто накопил долги за употребленную электроэнергию, но и тем, кто совсем не платит, подключившись самостоятельно к электросетям. Таких потребителей энергетики тоже обнаруживают во время рейдов, которые проводят регулярно. Но в этом случае, помимо отключений, потребителю грозит большой штраф за бездоговорное либо безучетное потребление электрической энергии, сумма которого в несколько, а иногда и в несколько десятков раз превосходит стоимость фактического потребления. Энергетики предупреждают, своевременная оплата счетов за электроэнергию самый выгодный способ расчетов. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия Квант, Зарайское кабельное телевидение. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия Квант, Зарайское кабельное телевидение. Герман Беляев, студия Квант, Зарайское кабельное телевидение.